на сегодняшний день работаю я после окончания института 23 года основная моя специальность это хирургия также у меня есть сертификат по онкологии вторая специальность ну и по организации здравоохранения как требуется приказы министерства здравоохранения для всех руководителей в профессию пришла с рождения потому что у меня мама врач папа врач папина сестра врач дедушкин брат врач и в общем вся семья поэтому мама у меня к шар-гинеколог папа терапевт в три с половиной года я сказал что я буду врачом в пять сказала что буду министром здравоохранения но это может быть еще впереди лет наверное в одиннадцать двенадцать уже четко поняла что буду хирургом и никогда больше никакой другой специальностью заниматься не хотел поэтому закончила школу поступила медицинский институт закончила его затем закончила ординатуру по хирургии защитила диссертацию ну и собственно вот всю жизнь свою работаю хирургом хирургия настоящий момент времени делится как хирургия общая все узкие специальности они вышли из общей хирургии просто что-то из них отделилась раньше что-то позже но допустим онкология она вышла в отдельную дисциплину там 50-60-х годах анестезиология реанимация как может быть не было бы странно для зрителей вышла в столько в 60-х годах из хирургии потому что такой специальности до 60-х годов не было это было связано с тем что отсутствовала наркозно-дыхательная аппаратура как только появились аппараты для наркоза соответственно эта специальность выделилась в отдельную общая хирургия самая массовая скажем так в стране и вообще в мире на сегодняшний день по данным минздрава порядка 18 с половиной тысяч хирургов работает во всей стране если 147 миллионов населения то не так уж и много на самом деле общая хирургия занимается чем всей неотложной хирургии естественно и общий хирург должен уметь в принципе оперировать все что ему привезет скорая помощь в любых условиях то есть это все что находится органы брюшной полости это конечности это травма потому что не всегда ведь есть доступный специалист и зачастую скорая может вести особенно допустим если это дтп или какая-то там производственная травма везут в ближайшие лечебное учреждение по так называемым жизненным показаниям поэтому до основная моя специальность это общая хирургия онкология ну и так сложилась моя жизнь что много лет я занималась гнойной хирургией много лет этому отдала и начиная с клинической ординатуры занимаюсь гепатобилярной хирургией то есть это хирургия печени желчных протоков и поджелудочной железы на сегодняшний день это скажем так одна из самых сложных областей в хирургии и одна из наверное на сегодняшний день мало представленных потому что даже если мы с вами не будем брать федеральные центры то даже в городе москва допустим да как ближайший к нам крупный мегаполис всего несколько клиник занимаются гепатобилярной хирургией я в экстренной хирургии работаю 23 года все учреждения где я работала всегда была экстренная хирургия в этих учреждениях поэтому хирурги особенно любые неважно гинекологи это там лоры челюсти лицевые вообще хирурги как таковы травматологи есть такое очень известное выражение американского хирурга который сказал что все хирурги они как наркоманы работают в постоянном отравлении адреналином потому что ощущение твое в операционной или когда ну что-то происходит да это наверное ну такой своеобразный кайф и мы получаем если так можно выразиться случаев из практики но их огромное количество надо очень курьезных случаев иногда каких-то очень грустных допустим ну например был у меня пациент звонит скорая что везем тяжелого пациента у нас был очень такой длинный коридор приемном отделении заезжает каталка и на ней вот такая белая палатка и мы не можем понять что же случилось мужчина на даче полез на чердак за каким-то инструментом спускался с лестницы лестницы деревянная была ступенька сломалась и он упал солдатиком вниз а внизу стоял лом металлический и он на этот лом ну практически как шашлык насадился с одной стороны у него лом вошел на бедре и вышел в правом подреберье ну практически там где печень причем привезли его естественно в тяжелом состоянии в шоке и ты не понимаешь какая там травма в рентген его не засунешь к ты тогда еще не было взяли мы его на операцию очень ему сильно повезло потому что у него этот лом прошел между передней брюшной стенкой и изнутри большим сальником и по сути у него никакого тяжелой такой травмы не было правда нам пришлось вызывать мчс чтобы они нам гидравлическими ножницами перекусили этот лом потому что но все представляют размер лома через весь организм естественно этот лом тянуть нельзя мчс приехали очень больше удивлены нашему звонку вытащили мы этот разрезанный лом и единственная его травма была это краевое ранение сосудов на бедре которые были ушиты раны эти были ушиты все и в общем оделся мужчина легким испугом но это большое везение ну в хирургии все срочно поэтому вы должны понять одну вещь что каждый из нас даже 50 лет работаете идете на операцию даже если операция плановая вы никогда не знаете с чем вы столкнетесь потому что есть огромное количество особенностей человеческого организма особенности анатомии организма который нам никогда не покажет не узи не компьютерной томографии ну не все эти современные действительно очень качественные методы исследований и то есть ситуация в которой которая вот она здесь и сейчас и в экстренной хирургии и в плановой всегда есть точка принятия решения потому что ситуации когда можно сделать либо так либо так либо каким-то еще способом за это несет ответственность оперирующий доктор и он принимает решение и тебе самому кажется что это такой большой промежуток времени пока у тебя в голове это решение рождается на самом деле зачастую это проходит там несколько секунд но для тебя время совсем с другой скоростью в этот момент течет момент принятия решений но самое главное в этот момент исходить из интересов пациента причем из интересов пациента с позиции медицины потому что бывают операции которые например мы идем на операцию и понимаем что мы сейчас не можем выполнить полный ее объем и нужно сделать часть операции пациент выписывается восстанавливается затем мы идем на следующий этап операции пациенту конечно это не всегда понравится но во время наркоза мы его не можем разбудить и спросить поэтому всегда обсуждается до операции что может быть вот такое развитие событий может быть вот такое развитие событий но любой доктор любой хирург всегда исходит из того как пациенту будет лучше потому что сделать операцию в современном мире можно любому даже самому старенькому и самому тяжелому пациенту поскольку анестезиология и реанимация сейчас на очень высоком уровне но как я всегда говорю больным моих родственникам что после операции еще нужно суметь выздороветь и встать на ноги и вернуться но к максимально полноценной жизни поэтому в этот момент не знаю каких-то особенных чувств и не испытываешь просто ты понимаешь что вот это здесь и сейчас и от тебя зависит его жизнь в том числе дальнейшая и его качество жизни прежде всего потому что у каждого пациента есть мама и папа жены мужья дети и эти люди все они же от тебя ждут до что ты их близкого вылечишь поэтому такой сложный вопрос но спустя годы ты его учишься быстро решать дело в том что отечественная хирургия и зарубежная хирургия это два разных мира очень часто мы слышим ну от обычных людей что вот у них там в америке в англии там-то там-то намного лучше и намного круче и так далее я во многих странах училась во многих странах была в командировке если мы возьмем страны мира которые живут по американской модели здравоохранения ну в том числе европейские страны то там существует жесткий регламент жесткие рамки и доктора ими пользуются причем даже если врач сделал все по регламенту например пациент погиб этому врачу ничего не будет потому что он действует по регламенту если же он какую-то самодеятельность в кавычках привнес здесь могут быть сложности уже юридического характера я не согласна с таким подходом но у нас в стране мы все-таки живем в россии конечно есть стандарты профессиональные стандарты есть стандарты операции есть стандартные методики подхода но при этом например резекция желудка да раньше когда было очень много язвенной болезни когда не было всем известных там динола фамизов и так далее этих пациентов было очень много и основных методики операции на желудке резекции живут то есть удаление части желудка вместе с язвы в мире всего четыре базовых методики на которых строятся все остальные всего описано двести пятьдесят восемь методик резекции желудка естественно что ни один здравомыслящий человек 258 методик резекции желудка он их не делает и никогда не запомнит я их все не знаю поэтому есть четыре базовые методики на которых наслаиваются все остальное поэтому вот на этом этапе до творчество скажем так у у тебя всегда есть право выбрать методику в соответствии с клинической ситуации которые у тебя в операционной в этом плане да второе конечно любая любой вооруженный конфликт любая война великая отечественная первая мировая любая она дает большой толчок для развития хирургии и и сейчас с условиями специальной военной операции конечно очень много появляется новых методик очень большой запрос на новые методики потому что как правило мы понимаем да что военнослужащие это как правило молодые ребята молодые мужчины и конечно когда они возвращаются там с то или иной травмой ранением мы должны помочь и обеспечить максимальное качество жизни в этом нам помогают и 3d принтеры да ни для кого не секрет что печатают на принтерах там и части костей допустим в этом помогает генная инженерия в этом помогает биотерапия и тот же самый к вид до которым огромное количество людей к сожалению он унес но при всем при этом ведь созданы вакцины во всем мире не одна вакцина и в россии в том числе вы знаете что 4 вакцины созданы это всегда толчок и это всегда творчество но это творчество всегда основана очень жестких научных знаниях потому что по-другому невозможно развитие медицины потому что цена нашей ошибки это жизнь конкретного человека знаете как говорят что вы врачи циники вы ко всему привыкли могу сказать одно привыкнуть к смерти больного нельзя никогда сходит и сколько бы ты лет не работал и это нельзя никогда складывается из двух вещей во-первых пациент не всегда погибает если операция была неудачной бывает ситуации в которой но нет другого варианта и мы понимаем что какое бы вмешательство мы не выполнили пациент к сожалению все равно погибнет и в частности это часто в в экстренной хирургии бывает допустим когда приводит дтп падение с высоты какие-то теракты до которые к сожалению происходят мы понимаем что мы не боги мы не можем этого сделать и каждый раз на смерть каждого пациента переживаешь до спустя годы ты тебе проще подобрать слова как выйти допустим к близким этого пациента до которые хотят от тебя услышать информацию не сказать что да вот ситуация такая то что мы операцию сделали но сделали ее так называемую паллиативную операцию да то есть которая часть проблема решает она не радикальная и что к сожалению ваш там родственник не сможет полностью выздороветь естественно это сообщать спустя годы когда ты уже имеешь опыт до общения с родственниками проще но привыкнуть к тому если пациент умер и ты все равно же должен выйти к родственникам и мы им это объяснить к этому привыкнуть нельзя и самое тяжелое для любого хирурга неважно какая у него специализация самое наверное такое болезненное это когда у тебя пациент погибает на столе на операционном вот это самое тяжелое и тут ну и слова сложно подобрать и ты эту операцию сам для себя в голове многократно прокручиваешь и сильнее чем ты сам себя все равно никто не накажет но даже если ты понимаешь что ты все сделал правильно от этого доктору не легче поверьте мне вы поймите что кроме родственников существует еще члены операционной бригады которые находятся с тобой в операцион да это ассистент это операционная сестра анестезиолог анестезистка и в этой всей команде командуешь ты и они не должны видеть там твою растерянность панику почему я говорю что это решение до приходит мгновенно но тебе кажется что так долго это все происходит поэтому справиться только опыт какого-то рецепта специального нет у всех по-разному но чаще всего это опыт просто опять возвращаемся к модели западные и к модели российской если например мы говорим с вами про соединенные штаты про германию про францию там про италию про азию допустим корейская система система малайзии она построена так что пациент обследованный поступает стационар накануне операции доктор его смотрит только если он считает это нужным у него есть все исследования к т мрт и так далее и врач видит пациента врач хирург опереж вид пациента на операционном столе уже как правило либо в наркозе либо прямо утром накануне операции они обсуждают план действий дальше после операции пациент едет реанимацию и после перевод когда он переводится из реанимации это не как в россии происходит что пациент возвращается в то же отделение в котором он лежал он он переводится в отделение долечивание так называемым и там дальше это вопрос хирург если он хочет он к нему приходит смотрит если не значит у любого доктора со стажем да есть это называется физишен ассистанс в сша то есть это как бы помощник врача человек как в россии допустим врач-интерн да он общается с пациентом перевязывает и так далее доктор но только на свое усмотрение если мы говорим про наши реалии то любой врач должен быть психологом если ты не психолог тебе в этой профессии в принципе делать нечего потому что ты и сам выгоришь очень быстро и не достигнешь понимание с пациентом не с его родственниками поэтому я считаю что наша как раз таки система в этой части она намного лучше потому что но поставьте себя на место пациента вам бы было я думаю намного легче чтобы вам доктор пришел рассказал после операции вы с ним встретились в реанимации после реанимации вы по и переводитесь в палату и у вас есть все время человек ваш лечащий врач или оперирующий хирург которым вы можете задать любые вопросы которые знают что было на операции который понимает ну скажем так что может пойти вдруг не так на мой взгляд это лучший все таки вариант прежде всего для пациент ну и в нашей традиции для врача мы по-другому себе не представляем эту историю мы конечно будем расширять объем операций будем расширять объем операций по гептобилярной хирургии о чем я ранее говорила таких больных на самом деле очень много и зачастую пациенты эти не знают куда им обратиться потому что реформы здравоохранения бывают разные но иногда они упускают какие-то моменты многие жители знают прекрасно и видят что на маршала бирюзова у нас хирургический корпус находится на капитальном ремонте мы искренне надеемся что его сдадут в следующем году и нам будет приятно работать без сомнения в новом корпусе с новым оборудованием ну и конечно пациентам будет приятно находиться в свежем отремонтированном здании с нормальными бытовыми условиями потому что сейчас хирургия округа у нас разбросана между Одинцова 45-й больницей и Звенигородом конечно это создает сложности и персоналу и пациентам но я думаю что мы все потерпим для того чтобы потом въехать в наш новый дом из новшеств то есть все отделения которые были в этом корпусе они остаются у нас будет 5 новых операционных у нас будет детская хирургия то есть на сегодняшний момент у нас врачи-детские хирурги находятся в составе хирургической службы 45-й больницы на этой площадке и и детей мы оперируем но в новом корпусе уже будут отдельно выделены для детишек палаты потому что кто-то из них бывает маленький который например ложатся с мамой или с папой планируем развитие активной травматологии и ортопедии в частности это протезирование крупных суставов потому что я думаю ни для кого не секрет что и в федеральных центрах существует очередь да на эти операции планируем развитие онкологической помощи как одно из очень важных тем более что у нас действует сооп у нас есть отделение в звенигороде которая сейчас у нас развернуто и хотелось бы сказать нашим зрителям что та хирургическая служба которая находится в звенигороде да это в частности онкология экстренная гинекология челюстно-лицевая хирургия и лор это такие же наши подразделения просто в силу обстоятельства они находятся там у нас прекрасные доктора там работают не надо рассуждать с позиции нам ехать далеко и так далее все-таки пациент едет к врачу за помощью и поверьте мне что на площадке в звенигороде наши допустим челюстно-лицевые хирурги всего в области четыре отделения одни из лучших и делают вещи ну зачастую фантастические когда они собирают лицо после травм из ничего практически поэтому да это неудобно наверно да это далеко но вы же прежде всего хотите получить высококачественную помощь поэтому надо пойти тоже нам навстречу пока мы ждем наш вот новый дом в плане лор хирургии тоже мы очень надеемся что будет приобретено новое оборудование мы сможем брать тех пациентов которые сейчас отправляем либо в моники либо в другие федеральные центры медицина это всегда дорого это всегда дорого в любой стране мира на это надо понимать надо понимать что все сразу не бывает мы тоже большую работу проводим чтобы повысить качество оказываемой помощи и пациент прежде всего если ему нужна какая-то операция да поскольку я занимаюсь хирурги если ему нужна операция он прежде всего должен исходить из того что он идет на врача не на территорию неудобно ехать и так далее он идет на врача и это самое ценное для любого доктора любой специальности когда ты понимаешь что ты свою работу сделал хорошо что пациент выздоровел выписывается он уходит жить дальше своей нормальной полноценной жизнью при этом он тебе говорит спасибо и зачастую пациент и тебя помнят всю жизнь у меня есть пациент которые 15-20 лет назад оперировала не поздравляют меня там всегда с праздниками конечно это очень приятно поэтому самое главное не затягивайте хирургия дело такое очень сильно долго ждать не будет и и всегда и сходите из того что вы идете к врачу не на территорию а к врачу конкретному доктору которому вас по профилю направляют